Где, если не в России, работать, развиваться, и ты получаешь просто кучу всяких новых путей, которые ты можешь двигаться. Это было в 2008, в конце года. Я приехал, вообще не знаю ни слова на русском. Ты просто видишь разные люди из разных стран, там, не знаю, Латинская Америка, Европа, Восточная Азия. Это очень круто. Ты начинаешь понимать, что ты не один приехал в Россию. Когда ты приезжаешь из другой страны, причем из теплой страны, с одеждой, ты никогда не угадаешь. Никогда. Я приехал с легкой курткой такой, типа, ну, зима-зима, конечно, но эта куртка у меня тоже зимой в Иордании проходит, но в Москве нет. Мне очень нравились компьютеры. Компьютеры в Иордании очень редко встречались. Вот в тот момент, когда я там учился, мы приходили в школу и садились за компьютером. А учитель, он нас не учил, он просто следил, чтобы никто ничего, никакие там кнопки личные не нажимал и не испортил это оборудование. И вот я понял, что это мое. Были несколько предложений. В США поехать было предложение, в Аризонский университет, либо в Рудейне. Когда я подавал документы в Рудейне, мне дали полностью бюджетное место, там, со общежитиями, со стипендией. Как сегодня я помню этот день, когда мы выходили уже в Мантиях, получили диплом бакалавр, диплом магистра вот из этого актового зала. Рудейн очень крутой вуз, и я не сомневаюсь, что Рудейн намного лучше и круче любого, типа, какой-то там среднего универа, там, в США. Когда я приехал в Россию, да, действительно, я, ну, то есть общаться не умел. Знакомство с русским языком у нас был подготовительный факультет. Нам 18 лет, а мы учим буквы, а давай печатай на тетрадьке там 200 строк. Было куча слов, которые я не понимал, и самое-самое трудное, это было привыкнуть к тому, что если ты обращаешься к человеку, который либо повзрослеет тебя, либо выше тебя по должностью, ты должен обратиться к нему на «вы». У нас это на арабском вообще нету, на «вы» только к королю. Было стыдно, когда ты перепутал, вместо того, чтобы преподавателю там сказать, вы проверили мою, там, не знаю, контрольную работу, ты говоришь, ты проверили мою контрольную работу, он такой смотрит на тебя, ты понимаешь, что ты накосячил, не. Первые русские друзья появлялись только на первом курсе. Создается впечатление, что мы прямо, мы не только приехали учиться, а приехали прямо обмениваться прямо вот этой культурой, обмениваться знаниями, обмениваться вот этим драйв, который каждый из студентов несет в себе. Какие-то новые там, не знаю, привычки, новые традиции, новый фольклор, новые какие-то языки. И мы так и приходили, и все между собой иностранцы, такие парни, которые... А вы видели, вот эта девушка такая красивая, эта девушка очень красивая. Русские девушки – это самые красивые девушки в мире, самые красивые. У нас, когда говорят, типа, хотят привести в пример красоту, говорят, как русская девушка, прямо светлая и глаза синего света. Ярданки, арабки в целом, они... Ну... Они жестче. То есть они по отношению к детьми жестче, по отношению к мужам жестче. Они, как бы, строже относятся. А русские девушки, они с пониманием, они понимают, что хочет мужчина, они понимают, в какие моменты нужно, типа, ну, не давить сильно, в какие моменты можно надавить. Ну... Русская девушка не с хитростью относится к отношению. А арабки – не прямые. Я никогда не думал, что, сталкиваясь с одной нацией, получается, это русские все, россияне, мы, ну, все иностранцы, мы не думали, что мы, типа, будем сталкиваться с такими разными людьми. Они реально разные, все разные, у них у всех есть... Ну, у них какие-то есть принципы, которые прямо у всех одинаковые. Для нас Россия – это все равно Европа. Для нас, как бы, мы переехали в Европу. Это народ, который очень сильно продвинутый, они очень много... У них и наука уже продвинутая, и инфраструктура, и все такое. В аэрофлоте после три года работы там, я начал чувствовать, что какая-то рутина начала появляться именно в работе. И я подумал, что нужно что-то менять. И я начал искать на рынке труда какие-то другие шансы. Было понятно, что это продвинутая компания. Причем в программном обеспечении Северсталь имел просто колоссальное преимущество на рынке, в том плане, что они использовали все новейшие технологии. В 2018-2019 году в Череповце я поехал на завод. Хотели они познакомить IT-кадров с производственным кадром. И это был такой, типа, да, я же делаю программы, которые потом используются вот этими людьми. И да, я хочу поехать посмотреть. Заходишь, и там прямо вот как чугун варят, сварщики работают. И ты чувствуешь вот эту температуру, и вот этот просто такой огромный, знаете, как будто ты зашел в какое-то предприятие, в котором все чем-то заняты. И температура, которая идет не от стали, которая варится, а именно от рабочей силы, которая там крутится. Это очень классно. Очень крутые впечатления, моменты я запомню на всю жизнь. Вот это ощущение, что ты работаешь не только на благо корпорации, а именно прямо на всю экономику России, на всю экономику и в сфере металлургии тоже. Мы все вносим вот этот вклад по импортозамещению. В первое время тоже смотрели нами ВАЭЛ. ВАЭЛ отношаешься? Кто ВАЭЛ? Кто это такой? Он откуда? И в первое время такое отношение, что мы не знаем, как с ним пообщаться. Мы пока его не знаем. Но потом, когда меня приняли, это просто, я не знаю, это моя вторая семья. Ириана, я с этими, через льда и пламени проходил с этой командой, с этими ребятами. Мы просто такие проекты делали, такие вот успехы выполняли, старты всякие. Это очень круто. И меня приняли как своего. Все, я обрусел. Если я прожил 18 лет в Иордании, и 18 лет я развивался и жил как араб, то я уже живу 12 лет в России. И причем вот эти 12 лет я больше как бы в сознании и понимаю, что происходит вокруг. Поэтому, да, я считаю, что в какой-то степени я уже русский. В Иордании Новый год не принимает как большой праздник. А Новый год прямо тут в России, это просто грандиозный праздник. Ёлку ставить, вот эта атмосфера, которая тает вокруг, везде салюты, обращения президента. Это все создает такую большую, как будто ты прямо вот сидишь реально, и ты не один. Ты прямо со всей страной празднуешь чего-то. Есть такой стереотип, что айтишник это просто вот в таком, перед компом сидит, перед клавиатурой, в капюшоне. Но на самом деле айтишники, они просто, да, им немножко повода повеселиться, они начнут веселиться просто как не в себе. И я не исключение, я очень люблю веселиться и разнообразить свою жизнь. Я хожу на футбол. Спорт это жизнь. Я любил баню. До одного момента мы ехали на дачу одного из наших одногруппников. У них была баня там. Я с баней познакомился не при температуре 70 или 80, нет, я зашел туда, там 110. И я такой, ребят, это что? Они говорят, это полезно, полезно. И я понимаю, что через минут 15 это для меня нифига не полезно. Может, я сейчас откину, что же надо выйти подышать. Мы ходили в бане, мы ходили сугубо мужской компанией, поэтому, когда тебя шлепает мужик веником, знаешь, в Ярдане это не принято. Мы как-то с этим, давай, давай без этого, пожалуйста. Мы просто посидим так. Привет. Как дела, сестра моя? Хорошо, как у тебя? Мы сегодня у нас выходной, мы по магазинам ходили с детьми. Ну, скоро приеду, будем ходить вместе. Впервые вся русская кухня мне казалась непонятной. Ну, когда ты приезжаешь сюда, и ты понимаешь, какие сочетания, какие комбинации, ты понимаешь, что она русская еда, русская кухня, она очень богата. Мне не нравится каша. Я не знаю, как ее кушают тут. Для меня это всегда... Как эта каша называется, которая как зубики, маленькие зубы. Я холодец не люблю, а оливье – это божественное блюдо. Оливье всегда заходит. На завтраке, на обеде, на ужине, на праздниках, везде можно встретить оливье и с удовольствием поесть. Мы будем готовить блюдо, называется мансов, это ярданское блюдо. Мясо, рис, под рисом лаваш и вот такой соус из сыра, что-то между сыром и сметаной. Вот эта жижа делается из этого камня. Лапши я готовить не люблю и не умею. Но для этого есть Алладин, который готовит до 5. Мясо варится отдельно. Мы в Иордании это кушаем прямо сразу из этого блюда. Причем некоторые кушают это руками. В Москву я влюбился не сразу. На самом деле Москва очень сильно менялась и отношения к ней менялись постепенно. Как изменились парки? Парки были. Мы когда ехали там ознакомиться с ВДНХ или ознакомиться с парком Горького, с парком культуры. Мы приезжали, да. Есть какие-то там, не знаю, аттракционы поставленные, какие-то там. Но когда ты сейчас идешь, ты понимаешь, что ты попал в какое-нибудь кино. Я когда в 2018-м, когда чемпионат мира проходил в России, очень много людей приехало из Дубая, из Иордании. Это мои родственники, мои друзья. У них просто глаза вот такие. Это Россия? Мы думали, тут просто снег идет и медведи гуляют. Мне сказали, какая там Европа? Смотрите, как развивается вот эта сторона. Мы все не ожидали. Особенно мой двоюродный брат, который приехал из Дубая. Он не ожидал такого. Он говорит, он был в США, он был в Европе везде, он был в Китае. И когда приехал в Россию, он провел где-то неделю, и он неделю просто уходил в шоке. Он говорит, вы что, на завтраке некоторые русские кушают икру с маслом? У нас икра с маслом, это считается, знаешь, раз в году где-то на какой-то корпоратив нашей огромной компании в Дубае. Что касается изменений в Москве и в России в целом, когда ты работаешь в IT-индустрию, когда ты работаешь в IT-сферу, ты точно знаешь, куда двигается страна. Потому что IT тянет за собой все. И когда ты понимаешь, что в какой-то там, не знаю, в метро уже вместо того, чтобы ты пошел, купил билеты и там что-то пошел сделал, ты просто идешь и прикладываешь, например, платежную карту, ты понимаешь, что эта страна меняется, причем она меняется очень быстро. И Москва в 2008, Москва сейчас, это просто колоссальная разница. Чтобы вы понимали, сейчас вот то, что расширилась инфраструктура и метро расширилось так сильно, можно сказать, что если бы вот эта вот система метро в Ярдане была, она бы покрыла целую страну. И никто бы не подумал, что я с одной точки с севера до юга самого Ярдания доеду, там, не знаю, за полтора часа, все бы смеялись. Это просто нереально круто. В России я был очень много где от Казани, от Йошкаралы, Череповец, Юг весь, Дагестан, Чечня. Я был в Крыму, в Анапе, в Ростове, в Воронеже. Во всех этих городах есть какие-то свои преимущества, свой народ, свое приветствие, там, в Питере тоже был. Но самый-самый такой город, который мне впал в сердце, это Анапа. Под Анапой есть пляжи Пешана, в Витязево, где реально там просто приходишь. Я приходил, как будто вот так берешь вот этот ракурс и сидишь, пляж, песок, белый, море, чем тебе не тает. Когда ты говоришь Россия, ты говоришь справедливость. У нас, у народа Востока, Ближнего Востока, всегда сложилось впечатление, что Россия может вмешиваться. То есть Россия по истории очень часто вмешивалась в наши тоже внутренние дела, вмешивалась по-доброму. Они вмешивались, чтобы установить справедливость. И ты понимаешь, что Россия, там, не знаю, в Сирии, например, Россия, когда вмешивалась, закончила войну. Где, если не в России работать, развиваться, и ты получаешь просто кучу всяких новых путей, которые ты можешь двигаться. Ты хочешь бизнес-приложение, бизнес-приложение развивается. Ты хочешь какой-то криптографик, криптография развивается. Ты хочешь какие-то индустрии видеоигр, она просто ужасным образом развивается. У тебя просто вакансии везде есть. И импортозамщение тоже идет полным ходом. Можно будет развиваться и сделать эти продукты еще комфортнее, еще удобнее для России. Профессиональное будущее – да. Я думаю, здесь открываются такие горизонты, такие возможности в сфере IT, которые, ну, то есть, не в одной другой стране. Я очень надеюсь, что в России у меня будет семья. Я всю жизнь хочу прямо иметь дом. Я вот стремлюсь к этому. Я хочу купить где-то в теплые края России, где-нибудь дом, построить семью. Это было бы круто. Россия, я люблю тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...